Да, друзья, конечно, вообще написали-то мне, никогда бы замуж не вышли за вашего Рика, потому что он курит. Ё-моё, читаешь комментарии, все на здоровом питании в России, никто не курит, не пьёт. Как хорошо, что я езжу и вижу всё собственными глазами, всю реальность картинки. Ой, ну это всё приколисты, честное слово, комментаторы-то приколисты вы. Слушайте, полезла в чемодан, я уже и сама не помню, что у меня есть с собой-то. Думаю, что за кофта красивая лежит, я же, оказывается, с собой кофту вот эту Adidas брала, шикарную. Ну, понятно, в ней не пойдёшь на концерт, ладно. Потом и футболка, оказывается, у меня Кельвин Клянь удлинённая тоже есть. Она, конечно, мятая такая. Так, лосины, ну вот так вот, лосины, футболка. Вот, и шарф Гуччи. Ну, нормально, да, так подходит, мне кажется. Сейчас оденусь, вполне ничего буду выглядеть. Так, ну вот, смотрите, как-то так будет это выглядеть. Ну, пойдёт, пойдёт. Для приезжей дамы из Екатеринбурга нормально. Вот, и слушайте, мы же сейчас с мамой поругались. Потому что я хотела купить у бабушки БУ-свитер. Ну, такой, несвежий уже, конечно. Но я именно у бабушки хотела купить, думаю, 200 рублей. Как это? Обрадую её. Уже подошла, хотела взять. Мама говорит, ты что, БУ собралась покупать? Нет, нет, не покупай. Я говорю, я хочу купить этот свитер. Мама сказала, нет. Я думаю, нет, надо не покупать, а то мама недовольна. И это самое. Только настроение ей испорчу. И всё, короче говоря, бабушка обломала. Не купила. И думаю, нет, ещё нам поссориться не хватало. В общем, пять минут дулись, друг на друга шли. Потом опять давай разговаривать. Ты застреливаешь тут? Я забыла, что надо ещё. Плащи девать. Друзья, пришли на станцию метро. Никого нету. Возле нас, вот сзади нас, наш отель. Всё рядом. Мне так понравилось Измайловское. Вообще, очень район понравился. Короче, не туда пришли. Так, нам надо на партизанскую. На какой-то поезд опять чуть не сели. Как тогда мы с мамой приезжали. Прыгнули вообще не туда, куда надо. Это не метро, а поезда какие-то. Я не пойму, что это за поезда. Друзья, хорошо, что мы вышли за два с половиной часа до концерта, потому что мы на какой-то поезд пришли. Нам девушка-то правильно сказала, на партизанскую вот туда идти. А я ещё для проверки спросила у мужчины возле отеля. Он сказал, вот оно, метро, и отправил нас вот сюда, Измайловское. А там этот поезд с мягкими сиденьями. Но это не метро. И в итоге мы сейчас вышли, идём обратно. И вот будем сейчас искать эту, как только что, партизанскую. Точно партизанская. 100 рублей промотали. 54 рубля вообще-то билет стоит на метро. Может быть, конечно, можно доехать и на этом поезде. Но сейчас он нас увезёт, мы потом вообще заблудимся и опоздаем на все концерты. Короче говоря, не знаю, пошли искать партизанскую. Кто, наверное, всё знает, смеётесь опять над нами, что в трёх соснах запутались. А мы, когда с мамой в тот раз в Москву тоже приехали, зашли в метро и прыгнули вот в такой же вагон. Ещё такие сели, говорим, ничего себе, метро устало с мягкими сиденьями. И он нас куда-то повёз. Нам пришлось выходить и обратно ехать. Потом искать метро уже. Всё, мы с мамой решили, что это метро, потому что пахнет метро. Вот такая красивая станция. Красиво. Так, ну вот, вот и другое дело. А то мы там вверх куда-то всё поднимаемся. Я говорю, метро-то же внизу. Так. Ой, слушайте, вот наломались мы. 300 рублей, да, мы потратили уже? Ну, 300, 300 рублей, короче, у нас нету. Представляете, от того, что мы не можем понять, куда нам бежать. Это капец, короче. Ещё такие расстояния бешеные. Ой, красотища-то какая, а. Блин, мама бежит, как будто ей не интересно полюбоваться. Посмотрите, обалденно. Так, всё, последний сегмент у нас. И мы приедем. Всё натуральный камень. Люстры, это что-то с чем-то. Не хуже, чем в мечети шейха Зайда. В Арабских Эмиратах. Ничуть не хуже. А даже ещё лучше. А сейчас новый. Вот у мамы спросила, понравились люстры. Она пробежала, даже ничего не увидела. Так, всё, мы приехали. Вот он. Театр Равы Духовой. И каждый раз приезжаем. Мам, вон там он. А почему ты там? Я не знаю. Узнаем, если пускают. Так, надо узнать. А пускают сейчас там столько времени. Да? В туалет сходить. Мам, ну пошли. Туда пройдёмся. И каждый раз, сколько я буду приезжать в Москву, я буду всегда ходить на балет Аллы Духовой. Пусть даже будет повторяться, всё равно я буду ходить каждый раз. И всем советую. О, Останкинская телебашня, мне кажется. Это, это же Останкинская телебашня. Видишь? Да. Мне кажется, она. Мы на станции Алексеевская сейчас. Такой широкий проспект. Знаете, Москву, конечно, изучать, да изучать. Каждый район приезжаешь. У тебя в каких бы районах не жива. И мне везде понравилось. Везде. Есть ещё посмотреть, походить, поохать, поахать. Вон, посмотрите, новая заряд парфюмерия Шиппорт. Да, Красная Москва тут продаётся. Красотища-то какая. Смотрите, какая красота. Просто красота. Шикарно. Так, немножко посмотрим, что тут. Я в предвкушении. Так, мне хочется быстрее сесть в своей футболке, чтобы меня никто не видел. Нескомфортно так себя чувствую вообще. Ужасно. О, как красиво сделали. Ой, обалденно. Нет, ничего, я в этой футболке не буду даже фотографироваться. Не Алла Духова. Мне даже выходить стыдно, туда фоткаться. Не, мам, ты что? Я вообще хочу быстро сесть куда-то. Цветы хотела купить. И ходили, не было там цветочного магазина рядом. Думала купить, кто мне больше всех понравится. Так, мы первые, первые. Так, на первом ряду мы сидим. Семнадцатое, восемнадцатое место. Вот так вот. Ой, как классно. Всю энергетику буду чувствовать. Снимать, друзья, нельзя. Вот, мам, твою. Ой, сейчас кайфану, да. Ну всё, пока я получаю удовольствие. Друзья, всем привет. Я хочу поделиться своими впечатлениями о Тодосе. И вот я пришла, и после него не хочется вообще ничего смотреть. Хочется вот это вот в голове, чтобы подольше у тебя осталось, и вспоминать моменты, переваривать вот это всё. А это так быстро из головы улетучивается, и жалко. И не хочется вот это свои впечатления вообще абсолютно ничем замазывать. Ну, я имею в виду просмотром там Ютьюба, фильмов каких-то. Не дай бог стереть это впечатление сейчас из памяти. Пусть оно само улетучится. И единственное, что я жалею, что столько раз приезжать в Москву и не ходить на Тодос. Сколько, мам, раз мы приезжали. Мы столько раз могли ходить на Тодос, понимаете? И только в том году у меня откуда-то эта мысль взялась. Я вообще в Москву бы приезжала только на Тодос. Я имею в виду пересадку бы делала только из-за того, чтобы сходить на Тодос. Это вообще, это просто потрясающе. Это как можно придумать такие сюжеты. Это такие костюмы. Это такая энергетика. Это такие люди красивые. Там такие мужчины красавцы. На девочке стройняшки. Нет, там мужчины очень похожие на Рика все были. Стройные, высокие, красивые. Я смотрела на них и видела, что это Рик и рядом с ним танцую я. Я прямо мечтала, сидела. Как мы в паре с ним танцуем. Ой, это просто потрясающе. Это такие костюмы. И я уже говорила, что мы вообще с мамой не театралы. Абсолютно. И вот здесь ведь тоже мы сидели на первом ряду в этот раз. И артисты, они так близко к тебе. Но у меня не было вот этого чувства, когда ты очень близко смотришь спектакль, то ты сидишь, волнуешься, чтобы там коленкой кто-то не стукнулся. У кого-то там что-то где-то отвалилось. Кто-то какую-то позу принял. Мне неудобно смотреть было. Или слишком громко прыгнул, там поло так трясется. Это же всё передаётся в зал. Здесь настолько все танцы вылизаны. Здесь нет ни одной зацепинки, чтобы тебя что-то смутило. Чтобы кто-то подпрыгнул и приземлился. И был какой-то стук, который тебя отвлечёт от танца. Они как кошки двигаются. Как кошки здоровые мужики. Как кошки. Женщины какие красивые. Это люди с другой планеты. Ой, я вообще, это я под таким впечатлением. И представляете, у них столько разных постановок. И это можно ходить бесконечно. И нам так удачно повезло, что как раз вот этот концерт был как раз вот в наши дни. Я выходила и ходила, это смотрела. И, конечно, если они приезжают в другие города, это уже не то. Потому что здесь у них основной состав. У них здесь вот этот театр. И там идёт этот экран большой, как он называется, интерактивный, где такие сюжеты красивые показывают. Ну, это уже в современном стиле всё сделано. И ты сидишь, ты просто обалдеваешь. И мама говорит, что когда там они близко походят к сцене, и прямо в глаза смотрят нам, и мама говорит, ей один подмигивал. Один артист балета маме подмигивал. Ей было так неудобно. И она подумала, что что это он ей подмигивает? Это вроде не тот возраст уже. Ну, не знаю, что он ей там подмигивал. Почему? И у меня всегда, знаете, как мне, впечатление, что смазывает. То, что когда они выходят со всеми прощаться, это хлопают и всё. И начинают притасить цветы. А цветы-то дарят только, ну, некоторым людям. А другим не хватает. И другие артисты стоят, а у них нету цветов. Мне всегда их так жалко. Но их такая огромная группа, конечно, это всем купить цветы, это ж невозможно. Я так позорницей даже букета не купила. Кого уж там говорить, чтобы каждому подарить. И в общем, у меня вот эта вот неловкая ситуация. Всегда кому-то дарят, а кому-то не дарят. Потом вот эти солисты, они и в тот раз были, и в этот раз. И вот девочка с Донецком. Целиска. Конечно, она вообще профи. И я, когда в прошлый раз пришла под таким впечатлением от этого всего, я ведь пересмотрела на Ютьюбе все эти фильмы про Алу Духову. Про её семью, про её сыновей, про то, что как эти школы тут открываются, где они вообще находятся. Это такая грандиозная структура. Там потому что проходят фестивали всех участников, кто занимается вот в этих школах-студиях. Они где-то соревнуются, там слёты у них. Ой, потом она сделала же так хорошо, что вот эти артисты, которых возраст уже пришёл, но они уже не могут танцевать. И куда им идти, да? Они остаются в этой школе Тодоса и учат молодых, начинающих, молодёжь вот этому всему. Они как бы тренерами потом работают, танцорами, педагогами, как назвать лучше. И вот это такая огромная структура. И вы знаете, когда я смотрела, они вот эти все фильмы, и вот у неё главная сестра родная, и она. И понимаете, они вроде бы вместе занимались, а вот у Аллы Духовой вот это вот получилось создать такое, такую хореографию делать, такие коллективы сделать. Ой, это как так? Вот такая вроде бы скромная женщина и такую империю такую создала. Это дар, это ван вообще невероятный. И мне в комментариях кто-то там написал, я бы говорила про набор веса-то, ну что это, что тяжело с весом жить. И мне кто-то написал, вот Алла Духова, непонятно ведь, почему она располнила, нельзя осуждать. Я разве кого-то осуждала? Я вообще никого не осуждала. Я просто сказала, что очень тяжело жить с весом. Я по себе сейчас это ощущаю. Я никого не осуждаю. Я просто констатирую факт, то, что я сейчас ощущаю. И написали Аллу Духову, что-то приплели. И посмотрите они фильмы, я всё пересмотрела. Она поправилась, потому что ест уже не так, как раньше мало ела. И страдает от этого, любит готовить. И поэтому она говорит, и носит чёрную одежду, потому что она всё скрывает, балахоны эти. Посмотрите, прежде чем писать-то, причинам, блин, почему человек поправляется. Потому что ест много, она сама это говорит. В общем, что к чему её приплели, к моему видео, и к моему осуждению. С чего ради-то я осуждаю? Короче, всякую, извиняюсь, у меня фигню пишите. Вот. И, в общем, кто живёт в Москве, я вам завидую, что вы можете ходить на все концерты Тодоса. Белой завистью завидую. И как только я буду приезжать в Москву, я буду всегда ходить на Тодос. Всегда. Даже если будут повторяться эти концерты, по три раза буду попадать, буду ходить. И у них такие костюмы. И, вы знаете, сидишь, и, короче, у тебя челюсть отпадает от костюмов, от хореографии, от элементов, которые придумали, от того, что там каждый раз всё новое это. И залы причём полные. Ну, там есть какие-то свободные места, но мало. И ты сидишь, у тебя рот открыт. И это всё проходит за пять минут, и не всегда этого не хватает. Мне не хватает. Я думаю, да чё ж так мало-то, ещё антракт. И вот мы с мамой ходили на спектакли, где спали. Я говорю, там не можем дождаться, когда закончится, ну, вот какие-то мероприятия, да, проходят. Вот на концерт мы в Калининграде этот ходили, это был кошмак, просто ужас. Мы чуть с ума не сошли. И вот эти, и приходишь на ТОБО, и когда приходишь на ТОДОС, у тебя, ты только пришёл, глаза закрыл, открыл, и уже всё, конец. Я маме говорю, я даже не могу представить, что тут можно уснуть. Не хватает, всегда не хватает. Хочется ещё больше, больше смотреть. Но это хорошо, когда не хватает, значит, ты ещё туда придёшь, в это место, потому что ты недополучил этого удовольствия. ой, короче, потрясающе. В общем, всем советую. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА